Здравствуйте! В эфире программа Вехи Истории. Сегодня у нас в гостях ветеран Медвежьего, представитель рабочей профессии Мария Ивановна Бондаренко. Здравствуйте, Мария Ивановна! Здравствуйте! Как говорит ваша трудовая книжка, ваш трудовой стаж более 30 лет, и все это время на Медвежьем? Да, на одном месте. Как так случилось? Кто же вас завербовал на Медвежьем? В каком году это случилось? Так получилось. В 1984 году приехала сестра с мужем в гости, в отпуск на Большую Землю. И я работала тогда на фабрике швейной. Ну и зять просто в шутку спросил, ты не хочешь с нами поехать? Я говорю, куда? На север. Я говорю, а можно? Он говорит, да. Он привез своему другу вызов. Но так как друг не поехал по каким-то причинам, у него был этот вызов. Я говорю, поехали. И все, и в этот же день я написала заявление, две недели отработала на фабрике. И все, и уехала на север. И получается, приехали на Медвежьем, а устроились-то по какой специальности? Другая же у вас была, да? Да, да. Не такая, как вы работали на севере? Да, да. Я 14 сентября, я помню хорошо, этот день мы приехали. И 1 октября я уже в ГПУ вводили кадры, написала заявление на учебу. Тогда было кочегара котельных, не оператора котельных, а кочегар котельных установок. И отправили меня в Надым, в учкомбинат. Отучилась, сдала экзамены, практику проходила на 2-м ГП. И 15 февраля приехала на ГП-8 и по сей день. Кто тогда руководил промыслом? С кем работали? Давайте, наверное, вспомним. Чугунов Леонид Семенович, замечательный человек, замечательный. Но мы мало проработали, год всего лишь, потом он на повышение пошел. На генерального директора? Да, на генерального директора. Начальником ГПУ он был, да? Потом он был начальником МГПУ, да. А к нам пришел Балаев Сергей Николаевич, тоже замечательный. Мы уже много лет с ним проработали. Ну, а с кем еще рядом работали с коллегами, уже ветеранами, кто уехал? Вы знаете, тогда мы начинали с Федором, с Димой. Дима, он работал машинистом ДКС. Алексеем Владимиром Николаевичем тоже он. И, к сожалению, многие уже нет в живых. Уже такого возраста, да, которых нет в живых, да. Лидия Андреевна Самолюк, это моя напарница, я с ней 9 лет работала. Она живет в Калуге, мы переписываемся. Я думаю, что в будущем будем видеться рядышком там живем. Ну, вот вы уже столько лет работаете, наверняка и молодых своему ремеслу обучали. Помните, кого учили, кто эти ученики? Ну, вот первая моя напарница была Лидия Андреевна, которая пришла ко мне на смену. Она только-только с учекомбината, поэтому ей пришлось многому научиться у меня. Потом были с училища молодые, Наталья и мальчик, парень молодой. Он, к сожалению, очень в раннем возрасте погиб, года два на ГП-9 он работал. Потом еще парень был молодой, но он, правда, по состоянию здоровья почему-то не стал работать. Ну, многие, но почему-то они не задерживались. Они практику проходили пару месяцев и уезжали, уходили просто, или уезжали с севера, я не знаю. Ну вот, а вы 30 лет практически, больше 30 лет, и в этой одной специальности вот не было соблазна чего-то другое получить, уйти? Нет, вы знаете, нет, нет. Дело в том, что с каждым годом, это вот последние, особенно последние 10-12 лет, новшества очень много. Реорганизации, замена оборудования, технологических приборов. В котельной, допустим, котельной вот были один вид котлов, потом стали другие. И это мне все было интересно, это все прошло через познание, через новшества, через, мы учились чему-то новому. Это было очень интересно, поэтому времени не было думать о том, чтобы это бросить и куда-то уйти. Нет, нет. Наверное, еще и коллектив был комфорт, в коллективе было комфортно работать, потому что, получается, вы же все годы на восьмерке. Именно на этом промысле отработали столько лет. Ну, понимаете, мы настолько плаченно все так работаем, потому что все службы, и служба КИП, и служба сантехников, и служба электриков, это мы работаем руку об руку, все. Единый коллектив. Да, единым коллективом, поэтому там мы просто настолько, помимо того, что у нас сближает общая работа, общие дела, мы просто по-человечески мы дружим. Ну, вот вы знаете, в воспоминаниях ветеранов о прошлых лет, да, я говорю о том времени, которое уже прошло, раньше на промыслах какие-то теплицы были, какие-то свои общие дела. Сейчас-то, конечно, все по-другому, потому что другое оборудование, больше уровень ответственности, да, вот и грибы удавалось как-то собирать, да, и ягоды. И теплица, да, и теплица. Вот в теплице я лично в нашей смене, я вот в теплице работала, у меня все было ГПУ, когда ГПУ просто было ГПУ, то Сергей Николаевич как собирается в ГПУ, мне звонит и говорит, собери мне, я щавель, петрушки, укроп, цветочки у нас были, тюльпаны, хризантемы. Это было настолько приятно, это настолько было ответственно, вот как-то вот так, да, что вот с восьмерки огурчики, помидорчики у нас было. Мы считали, даже когда собирали, считали поштучно и делили каждому домой по 4, по 5, по 6. Это было очень интересно. Сейчас вы сказали о том, что работа стала механизмом, поскольку новая, да, и работать стало, наверное, намного легче, да? Намного. И потом ваша профессия, наверное, в названии поменялась, да, вы были кочегаром, сейчас оператор котельной. Ну, это вскоре, после того, как я устроилась, буквально в 86-м году новое положение было о переименовании нас, поэтому вот кто работал до ноября месяца 86-го года, те уходили на пенсию в 45 лет. Ну, я бы отработала всего лишь два месяца, поэтому я в 50-е на пенсию вышла. Но сейчас, если сравнить это время и то, это небо и земля, конечно. Если мы 90% делали операции вручную, чтобы запустить котел в работу, то сейчас одной кнопкой. Замечательно. Да, да. Я всегда говорю, вот бы лет 20 назад вся эта автоматика, я бы еще поработала бы. Мария Ивановна, ну, у меня, знаете, как у женщины другой вопрос. Вы же все эти годы еще и работаете вахтовым методом. Вахтовый метод сам по себе сложен, а для женщины это вот в разы, потому что это же семья, это быт, это какие-то психологические моменты. Вот как муж терпел вашу вахтовую работу? Или, может быть, вы вместе работали, вместе вахтовались? Нет, нет. Поначалу это было очень тяжело. Поверьте, мы работали по неделям, но каждый раз мне приходилось объяснять. У меня не было возможности учиться, чтобы у меня был диплом. Я говорю, ну, куда я пойду? А я люблю свою работу, мне она интересна. И вот так с годом, с каждым годом, с каждым годом. Примирился, прижилось. Да, да. Ну, конечно, обидно было. Ведь 9 лет или 11 лет я встречала Новый год на ГП. Бывала ночные смены. Вот последние тоже в ночь работали, тоже встречали Новый год. И все праздники, ну, это работа. Мария Ивановна, ну, вот, наверное, за этот большой промежуток времени, за ваш этот трудовой путь огромный, да, вы не раз были отмечены наградами. Ну, мы заглянули в вашу трудовую книжку, это действительно так. Вот из всех этих наград, какая самая-самая значимая для вас? Для меня, начиная со школы, со школы, потому что я школу закончила с одной четверкой, 10 классов аттестат. И грамоты тоже было очень много. Ну, раньше давали по предметам. И я с особым таким волнением все это воспринимаю, каждое любое поздравление, потому что оно значимо, эти поздравления. Труд оценен, да, это уже приятно. Да, труд оценен, да. Ну, самое яркое в моей жизни было это вот 5 лет назад, в юбилей, когда мне Мельников Игорь Васильевич вручил мне министерскую грамоту газовой промышленности и энергетики, да. Министерство энергетики. Да, министерство, да, подписано министром Шматко. Вот это было действительно значимо. Ну, сегодня вы уже заканчиваете свою трудовую биографию, все уже, прощайтесь с промыслом. Или какие у вас планы? Да, вот 19-го числа я еще поеду на 7 дней, и все, и буду прощаться с коллективом, с промыслом. Я в душе уже давно готова к этому, но все равно волнительно, трогательно и немножко... Грустно, наверное, да? Да, грустно, конечно, потому что все-таки 30 с лишним лет это много. Вот знаете, еще вот, когда работаешь вахтовым методом, получается, последние годы 2 на 2, ведь вы работали, да, 2 недели на 2 недели. На 2 недели вы покидали Надым, потом снова возвращались. Впервые приехали вы в Надыме, так понимаю, да, потом уже устраивались на работу на медвежке, в Пангодах, да? Нет, 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 я приехала в Пангодах, я жила в Пангодах у сестры своей, да. А потом переехали уже в Надым, да? А потом уже, да, мне общежитие дали на Полярное, потом квартиру и так со временем. Вот были ли вот эти удивления, когда вы приезжаете, а Надым другой? Может быть, это не так быстро, вернее, не так быстро они происходили, да? Но вот когда жили в Пангодах, а потом переехали, например, в Надым, потом через 2 недели опять Надым возвращались. Какие-то для себя такие вот отмечали, что Надым хорошеет, Надым становится другим. Вы знаете, я полюбила Надым с того дня, как я учила в звучкомбинате. Мне поселок Пангодах тогда показался очень бедным. Ну, балки, много снега, холодно было, когда первый раз для меня это было. А в Надым все-таки город, магазинов побольше, улица. Людей больше. Людей побольше. Кинотеатр. Да, тогда хоть мы доставали, как доставали, редко показывали фильм. Поэтому я, как только закончила очкомбинат, я сразу уже на работу, на восьмерку уже пришла. И Леониду Семеновичу сразу сказал, я хочу получить общежитие в Надыме. Он говорит, какие проблемы? И через 2 недели мне дали... И уже стали вахтоваться из Надыма, да? Я уже стала, да, да, да. Поэтому с отпуска все эти годы, каждый год с большим-большим удовольствием приезжала с отпуска сюда. Поэтому я думаю, что я не на совсем попрощаюсь с Надымом. Изредка будем, потому что здесь дети моего мужа, внуки. Я думаю, что мы будем приезжать с удовольствием. Да и просто повидаться с подругой, с друзьями, с родственниками. Потому что большей части жизни моей здесь прожито. Я приехала, мне было 23, сейчас 55. Великолепно выглядите. Спасибо, Мария Ивановна, за участие в программе. И успехов вам на том пути, который вы для себя в дальнейшем выбираете. Я хочу вас поблагодарить и вручить вот такой комплект дисков о нашем предприятии. Думаю, что вам будет интересно их смотреть. И, ну вот, может быть, нотки ностальгии будете таким образом рассеивать. Спасибо вам большое. Обязательно. Спасибо вам огромное. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что гостем сегодняшнего нашего выпуска была Мария Ивановна Бондаренко, ветеран Медвежьего и почетный работник нашего предприятия. Всего вам самого доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин